КОНЕЦ Без проблемную эксплуатацию на протяжении целых трех лет и даже больше Об этом обо всем мы поговорим в сегодняшнем выпуске Узнаем, достоин ли он вашего внимания Экстерьер автомобиля Субъективно мне он нравится Особенно передняя часть его прям вот очень Здесь нет ощущения, что что-то здесь приколхозили Все, что здесь есть, оно прям создано, видно рукой профессионального дизайнера Отличные дневные ходовые огни Приятная форма фар Решетка радиатора так уходящая в бампер Все здорово, все хорошо, все приятно Давайте посмотрим, что у нас под капотом Но перед этим мы должны открыть этот капот При открытии могу сказать следующее Капот очень тяжелый, потому что капот у нас из металла И вообще сейчас Черри использует в производстве своих автомобилей Оцинкованный металл Единственная оцинковка идет до крыши Крыша не оцинкована Тяжелый капот, который в принципе хрупкие девушки Будет достаточно, я считаю, тяжело открыть И интересное решение Вначале я открыл и искал, где же здесь у нас подставка для капота Она здесь наверху К сожалению, опционально даже в отделе ДОП оборудования Нам не предложили установить сюда газовые упоры Но говорят, что на просторах интернета Что как-то что-то сюда можно установить Итак, о двигателе Под капотом может быть один из двух вариантов двигателей Это 2 литра, 122 лошадиные силы И 1,5 турбо, 147 лошадиных сил Как вы уже поняли, двигатели отличаются тем, что один имеет турбину Второй не имеет турбину И о коробках У Chery Tiggo три типа коробок На 2-литровый двигатель можно установить Механическую коробку передач, 5-ступенчатую И вариатор с имитацией 7 ступеней А на двигателе 1,5 турбо Устанавливается роботизированная коробка передач 6-ступенчатая с двумя сцеплениями И говоря, в принципе, о надежности Раньше Chery славился, именно славился, своими гнилыми кузовами Сейчас производитель, понимая, что у него раньше были проблемы Идет к вам, к покупателю с уникальным предложением Гарантия на появление ржавчины Не только на сквозную коррозию А, в принципе, на появление ржавчины 5 лет Для сравнения, например, у Subaru Forester Гарантия на сквозную коррозию 3 года На BMW 10 лет А на Volkswagen 12 лет Гарантия на сквозную коррозию Так что, в принципе, для китайцев это очень хорошо Почему я говорю, в принципе, для китайцев это хорошо В данной комплектации Это топовая комплектация для Chery Tiggo По стоимости сейчас чуть выше 1 миллиона рублей То, что мы сегодня с вами здесь увидим Действительно поражает Потому что те инновации Те умные решения, которые нам предлагает данный автомобиль В эту стоимость вы не найдете ни в одном другом автомобиле Chery Tiggo имеет передний привод Понятно, что здесь есть уже АБС Есть ESP Есть даже помощь спуска с горы Помощь при трогании Если мы говорим о том, что ваш автомобиль на механической коробке передач И даже есть имитация блокировки межколесного дифференциала Когда видишь автомобиль в профиль Особый восторг, именно восторг, вызывают диски На Tiggo может быть один из двух вариантов дисков Это вот R18, который вы видите сейчас И R17 18 диски, это, как правило, такие достаточно большие диски Особенно, если мы говорим о небольших кроссоверах У других производителей часто бывает так, что профиль может быть 45-50 И это не совсем удобно, не совсем правильно для автомобилей Которые будут эксплуатироваться на территории нашей матушки родин Вот, здесь у нас размер 215, 55, 18 Если мы говорим о 17, то там аж 60 То есть действительно большое количество резины И это, следовательно, дает более комфортную эксплуатацию автомобиля по неровностям И делает безопасным эксплуатацию таких вот дисков То есть вероятность того, что у вас появятся здесь грыжи Или они пробьются, ну, очень мала Ну и говоря об инновационности Я бы сказал так уже не о современности Хотел сказать, что во всех комплектациях на Cherry Tiggo 4 Идет датчик давления в шинах Который позволяет вам определить, спущено какое-либо колесо или нет И это, на самом деле, очень удобно И, опять же, повторю, это позволяет более безопасно эксплуатировать автомобиль Ну и немножечко из просторов интернета Из опыта эксплуатации данного автомобиля И из отзывов людей после тест-драйва Все прекрасно в этих дисках Но вот эта резина, опять же, повторю, по отзывам достаточно шумная Если вы захотите, и, в принципе, я бы посоветовал это сделать В отделе доп. оборудования вы всегда можете заказать дополнительную шумоизоляцию В виде колесных арок с шумоизоляцией На переднюю и на заднюю, следовательно, колесные арки Двери Cherry Tiggo имеют пластиковые накладки в нижней части Практично необходимые пластиковые накладки Они защищают пороги от грязи То есть, когда ваш автомобиль грязный, пороги остаются чистыми Потому что мы имеем вот такие вот замечательные пластиковые резиновые накладки Даже если вы цепляете ногой за порог Напоминаю, вы проехали по грязи Нога, одежда остается чистой Итак, технические характеристики Cherry Tiggo Длина Cherry Tiggo составляет 4 метра 31, ну практически 32 сантиметра Ширина 1 метр 90 сантиметров А высота составляет 1 метр 66 сантиметров Колесные базы, и это, как всегда, очень важный показатель для внутреннего пространства салона Составляет 2 метра 61 сантиметр Ну и фактор, подтверждающий, что Tiggo является действительно кроссовером Это дорожный просвет, который составляет 19 сантиметров Бесключевой доступ Это комфортная опция, которая позволяет вам, не пользуясь ключом, попасть внутрь своего автомобиля Все достаточно просто Вы подходите к автомобилю Ключом не пользуемся Убираем его в карман Нажимаем на кнопку Автомобиль у нас открывается Но не все так просто, как кажется на первый взгляд Tiggo Cherry интегрировал внутрь этой опции Открытие и закрытие стекол То есть, когда вы подходите к автомобилю И решаете, например, проветрить его Вам просто нужно удерживать эту кнопку И все стекла опустятся вниз Ну а, например, после того, как вы ехали на своем автомобиле И вы, выйдя из него, забыли закрыть какую-то форчку Какой-то из стекол То же самое, вы подходите к автомобилю Нажимаете просто на закрытие, ничего не удерживая И все стекла закрываются Удобно, комфортно И, что самое главное, безопасно Говоря про интерьер автомобиля Хочется обратить внимание на большое количество Пластика Сверху мягкий И, следовательно, он не будет скрипеть со временем Центральный пластик тоже мягкий Сделан под такую, можно сказать, ткань Вот этот пластик сделан под алюминий И этот пластик сделан под пластик Но он такой прям жесткий Преимущество жесткого пластика в том, что он лучше и комфортнее Воспринимает какие-то потертости Так что все сделано для практичности Дверные карты Верхняя часть, мне очень нравится Она сделана под кожу С такой вот строчкой из пластика Это у нас эко-кожа Но преимущество, кстати, вот этой эко-кожи Она мягкая И, следовательно, когда вы сюда кладете свои локти Вам комфортно ехать на дальних дистанциях Единственное, не очень понятно, почему здесь большое изобилие таких дизайнерских решений Потому что здесь у нас, как вы видите, пластик под ткань А вот здесь пластик типа под карбон Конечно, это немного не состыкуется Но, опять же, какого-то визуального дискомфорта я не испытываю Конечно, я не мегаэстет Но вот я сажусь, и мне нет такого вырви глаз Как бывало раньше в китайских автомобилях Говоря о бардачке Он такой резкий, дерзкий То есть мы его открываем, и он просто прямо резко-дерзко падает вниз Издавая приятный пластиковый звук Но по объему внутреннего пространства Сюда достаточно легко и просто помещается лист формата А4 Следовательно, все, что нужно, вы сюда сможете уместить К сожалению, никаких тут обшивок войлоком нет Следовательно, если вы сюда что-то кладете Оно будет создавать дополнительный акустический шум Но почему нет? Может, вы любите барабаны Но что мне нравится внутри автомобиля, это такие глянцево-хромированные алюминиевые элементы Обводка дефлектора, она имеет пластиковый глянец с хромированной вставочкой И это гармонирует с хромированной вставкой, которая есть у нас вокруг дверной ручки А дверная ручка выполнена в алюминиевом стиле И это достаточно очень круто выглядит, потому что он такой матовый алюминий Очень здорово И также хромированные элементы есть у нас на кнопке управления стеклами И Айвот тоже алюминиевая вставка То есть, ну, стильно, на самом деле, очень даже стильно Тига, в зависимости от комплектации, может быть с салоном из эко-кожи, как в данном автомобиле И может быть с тканом салоном Но сидения всегда вот такие вот, такие вот красивые С активно развитой боковой поддержкой Заточенные, так скажем, под спорт, под комфорт Говоря о вообще этой боковой поддержке, хочется сказать, что она мягкая С одной стороны это хорошо, с другой плохо Хорошо с той позиции, что когда вы выходите из автомобиля Эта поддержка никак не вредит вашему здоровью и вашим ногам То есть, вам не больно А плохо, потому что, ну, наверное, как бы можно теоретически из нее вывалиться Если очень сильно входить в поворот Но я не думаю, что кто-то будет так делать на Черри Тига Еще один большой плюс, то, что они мягкие В том, что сидения сами по себе очень узкие Я вроде человек такой не особо большой комплекции В нижней части своего тела Но вот я сижу прям вплотную И, следовательно, вот если представим, что человек чуть-чуть покрупнее И он будет сидеть на этой боковой поддержке Еще раз повторю, никакого дискомфорта он испытывать не будет Что еще у нас здесь? Сидение короткое Расстояние от подушки до конца моей ноги Ну, в один кулак Ну, опять же, у меня рост 190 И не всегда, не во всех автомобилях мне удается сесть комфортно Но, что мне очень здесь нравится, это именно посадка И расположение подголовника То есть, вот сейчас я сижу именно в том положении, в котором комфортно будет передвигаться Внутри автомобиля Да, вот удобно, то есть, не хочется ничего здесь докладывать Каких-то там подушки, проставки, подшейники Все очень хорошо и удобно Мы сейчас попросили девушку местную посидеть в этом автомобиле И она сказала свои ощущения От вот такой сильно, прям реально сильно развитой боковой поддержки То есть, мне здесь комфортно, почему? Потому что я, в принципе, такой достаточно крупный У меня большая спина И я не испытываю какого-то дискомфорта Я, наоборот, чувствую себя прям как в ковшах Так в литом автомобиле, мне нравится Но она, девушка хрупкая, с маленькой спинкой Села сюда и сказала, что ей приходится В связи с наличием такой большой, сильной боковой поддержки Ехать, ну, немножечко вот в таком состоянии Так что, конечно же, советуем приехать вам в Мейджор Авто Со своей второй половинкой сесть И понять, насколько комфортно вам будут эти сидения Но, конечно же, по регулировкам у нас здесь их большого изобилия нет У нас здесь регулировки только назад-вперед И регулировки спинки Но хотел обратить внимание на то, что движения назад-вперед Осуществляются в достаточно большом пространстве Следовательно, когда мы отодвигаемся назад Вот, опять же, машину, помним 4,3 метра И, несмотря на это, вот, опять же, при своем росте 190 Я не дотрагиваюсь ногами до пола И еще элемент, который мне очень нравится в автомобилях И вот тут он есть Это регулировка спинки Например, у вас Патриот в автомобиле За эту же стоимость, что и Черри Тига Регулировка спинками осуществляется за счет крутилки А здесь мы просто дергаем рычажок И спинка или наклоняется, или поднимается И очень важный момент, что спинка наклоняется, в принципе, в горизонт То есть вы можете спокойно передвигаться в автомобиле Отодвинувшись максимально назад и вытянув ноги То есть очень комфортно и очень хорошо Но только мы должны с вами помнить, что передвигаться в автомобиле Не важно в горизонтальном или вертикальном положении Вы должны всегда с пристегнутыми ремнями безопасности Мы помним, колесная база у Черри Тига 2 метра 60 сантиметров И это должно сказаться на комфорт и удобство попадания на второй ряд сидений Кстати, напоминаю, что бесключевой доступ, если он есть в комплектации Действует только на передние две двери и багажник А второй ряд сидений не имеет бесключевого доступа Давайте посмотрим, насколько комфортно мы можем сюда попасть Садимся, ногой я не цепляю за колесную арку Хотя, ну, если прямо уж быть откровенным, чуть-чуть я на нее сажусь Но все равно у нас с вами сидение выдвинуто вперед То есть нам не нужно никуда проваливаться Мы просто именно садимся на сидение, а не проваливаемся Попасть внутрь автомобиля достаточно легко Сейчас я сижу сам за собой, напоминаю, рост 190 И смотрите, у меня до сидения переднего ряда еще остается целый кулак Это очень хороший показатель И здесь большой плюс, что есть коврики, которые закрывают как раз то пространство под сидением переднего ряда Хотел сказать, что это дополнительная опция в базе, ковриков нет Что еще нам предлагает Тига для пассажиров второго ряда? В данной комплектации Техно предлагается подогрев задних сидений И сразу хотел сказать, что комплектация Техно это максимальная комплектация для двигателя 2 литра и коробки вариатора А топовая комплектация это Космо, но там идет уже 1.5 турбо с коробкой робота И это очень сильно сказывается на вас, как на пассажировых второго ряда Потому что в комплектации Техно и в любых других комплектациях ниже Техно Их там еще две Подушек безопасности всего две То есть две фронтальные подушки А вот уже чтобы было шесть подушек безопасности Они есть только почему-то в комплектации Космо Я считаю это конечно не очень правильно Потому что как потенциальный потребитель я бы хотел купить автомобиль 2 литра на вариаторе Потому что мне нравится вариатор И мне нравится, что это 2 литра без турбина Просто классическая рядная четверка Опять же, говоря о том, что ценники на данный автомобиль Начинаются от 880 тысяч и заканчиваются в комплектации Космо Там условно говоря миллион 200 Может быть конечно здесь не стоит претендовать на изобилие в вариациях комплектации Потому что хотите выбирать, платите больше Итак, продолжаем Для пассажиров второго ряда везде здесь есть крепление изофикс для детских кресел И еще очень приятно есть вот такой вот подлокотник с двумя подстаканниками На самом деле очень хорошее решение Можно ли здесь ехать троим людям? Ну, в комфорте нет Но по необходимости передвигаться можно Потому что у нас центральный тоннель маленький То есть он присутствует, но он очень маленький И следовательно пол практически ровный И человек может спокойно здесь разместиться Ну, правда, если он имеет размер роги где-нибудь 41 Потому что со своим 45 я здесь не влезаю Расстояние над головой есть Его в принципе достаточно много Единственное, что еще мне немного не устраивает Это то, что в задней части салона нету подсветки Подсветка есть у нас только, правда, красивая Там светодиодная, светлая, белая подсветка Но она есть только в передней части А здесь ее нет Какие-то инновационности действительно здесь присутствуют Да, опять же говорю, подогрев задних сидений Там бесключевой доступ Но, например, только две подушки безопасности Очень странная китайца В том плане, что чего-то много, а чего-то не хватает Вот смотрите, как забавно То есть это один из немногих автомобилей Который опускает стекло практически вровень с дверью То есть если вам нужно, вы можете вытащить руку Хотя это делается не особо комфортно Потому что даже при своем росте 190 Мне приходится руку задирать вверх Но все-таки наличие такой возможности Это уже хорошо И что приятно, что все стекла Они имеют автодоводчики Да, то есть мы говорим о том Смотрите, раз И они закрываются То есть нам не нужно вот это вот механически Каждый раз тыкать, да Мы просто нажали, они закрылись Или, следовательно, открылись Задняя часть автомобиля Черри Тига Ну, достаточно выразительная Большое количество хрома Накладки на бампер Ну, действительно, мне очень нравится эта оптика Она такая прям стильная Вот И еще мне очень нравится, что выхлопная труба Она спрятана под бампер Она наклонена вниз Следовательно, вероятности того, что Вы можете испачкаться Если кто-то, находясь за рулем, даст по газам И все отработанные газы на вас выплеснутся То есть здесь такой вероятности нет совершенно Это очень здорово В зависимости от комплектации У вас может быть парктроник Также у вас может быть и камера заднего вида Как она работает, мы посмотрим чуть позже Мы добрались с вами до багажного отделения И, конечно же, оно Честно сказать, оно неожиданно большое Почему-то я думал, что оно будет меньше Размер его 330 литров При сложных сиденьях и при разложенных сиденьях Объем багажника составляет 1100 литров Что же у нас находится под полом багажного отделения На самом деле я не могу пойти вообще на чем она держится Потому что обычно там какая-то защита есть Но здесь все открыто всем ветрам Назло, так скажем, какая-то электроника у нас в доступе И просто металлический пол Ну, как по мне, это решение не совсем правильное Просто по той причине, что если мы с вами меняем запаску И запаска грязная, мы кладем ее сюда И можем, не дай бог, забрызгать вот эту открытую электронику И, следовательно, что-то может прийти в негодность Я так понимаю, это электроника, отвечающая за багрев сидений Итак, что у нас здесь есть? У нас здесь есть запаска Но это, конечно же, такая она Хорошо, что она надутая, но это все-таки докатка То есть она у нас не толстая, она у нас тонкая Здесь у нас все необходимое для того, чтобы перебортировать колесо То есть домкрат, там внизу ключ И также есть буксировочный крюк И вот эта вот часть, она никак не крепится И, следовательно, ну, в принципе, она достаточно плотно лежит Еще здесь отличное место для аварийного знака В принципе, расположено тут все очень даже под рукой В багажном отделении нет розетки на 12 вольт Но есть несколько крючочков, которые позволят вам что-то прицепить для перевозки И свет только с одной стороны Если мы с вами сложим сидение второго ряда То размер багажника у нас составит 1100 литров Сидение складывается в пропорции 40 на 60 Вот, но, к сожалению, у нас с вами не получается ровный пол То есть если что-то мы с вами длинногабаритное перевозим Ну, будет, наверное, не так комфортно Но, хотя обратить внимание на то Что, вот если мы, я сейчас представляю, везем что-то длинное Оно у нас не вывалится, потому что здесь у нас есть с вами бортик Следовательно, это длинное, и мы можем упереть вот в этот бортик Продолжая тему инновационности, хотел обратить внимание на наличие такой опции, как смарт-браслет Он, единственное, хочу сразу уточнить, что поставляется с автомобилем, начиная с комплектации техно и космо Смарт-браслет заменяет ключ То есть вы подходите к автомобилю, его открываете, вы его заводите Конечно же, не каждый смарт-браслет вы сможете использовать Он поставляется в комплекте, их поставляется, ну, скажем так, большое количество И потом, конкретно во время выдачи, вам выдают ваш смарт-браслет Его потом отдельно прошивают То есть задают заявку о том, что автомобиль куплен И из представительства, там, по секретным каким-то каналам Приходит код, который в течение часа работает Этот код прописывают в смарт-браслет И больше этот код работать не будет Следовательно, риска, что ваш автомобиль как-то угонит Используя код от этого смарт-браслета Риск этот отсутствует Итак, вот мы сейчас находимся с вами на водительском месте Cherry Tiggo 4 Перед нами обтянутый кожей многофункциональный руль Выглядит все очень стильно, красиво На руле у нас управление круиз-контролем Также у нас есть управление музыкой И непосредственно самим меню Единственное, что руль имеет регулировку Ну, только в одном направлении Вверх или вниз То есть по вылету, к сожалению, нет У этого прям, ну, я бы сказал, так хочется чуть-чуть его подтянуть Потому что вот сейчас я настроил для себя Оптимальное положение спинки кресла Расстояние до педалей И вот получается, что придется вот тянуться Потому что если я подвигаюсь чуть вперед Я начинаю цеплять ногой за руль И мне это не особо комфортно Но, к сожалению, что есть, то есть У нас здесь есть возможность настроить время У нас здесь возможность настроить тему То есть у нас может быть тема красная Может быть белая Но я не знаю, насколько она здесь белая Но пусть будет в китайском видении Это белая тема И синяя тема Я хочу, чтобы она была синяя И здесь можно настроить языки Время, выход Ну, в принципе, все, что можно настроить в этом меню Это у нас 7-дюймовая мультимедийная приборная панель она идет нас комплектации техно и космо комплектации старт и комфорт у нас идет монохромный бортовой компьютер и два колодца но классическими механическими стрелочками еще очень приятная опция эта опция подогрева руля эта опция как мы знаем перекочевала с премиальных автомобилей которые выпускались там давным-давно молодцы хорошо комфортно помимо подогрева руля у нас здесь есть что подогрев лобового стекла и он реализован за счет того что на всей площади лобового стекла проходит подогревающая нить которая позволяет следовательно достаточно быстро отогреть стекло если она замерзла также у нас здесь есть подогрев сидений перейдем вот к этой замечательной 9-дюймовый мультимедийной системы почему она замечательным должно действительно она крутая во-первых у нее хорошее разрешение во-вторых она имеет возможность управление управлять ей жестами то есть у нас есть такая возможность конечно же она не так реализована как она реализована в автомобилях bmw потому что первые эти жесты мы увидели в автомобилях bmw 5 серии но наличие этой опции вот в автомобиле такого класса и но это прям реально круто у нас здесь есть мультимедийные системы да вот есть музыка есть изображение то есть в рамках этих изображений мы можем с вами загрузить любую фотографию на нашу мультимедийную систему а вот то что многие спрашивают многие хотят это видео здесь видео можно воспроизводить его можно воспроизводить как стационарном положении так и в движении эта функция небезопасна так что если вы водитель не отвлекайтесь пусть смотрит это это видео ваш пассажир ну и пассажиры второго ряда видео она может воспроизводиться с флеш-карты и также она может быть воспроизведена с помощью телефона как правильно все настроить для этого приезжайте сюда в major city и ребята менеджеры вам все покажут и расскажут также есть конечно же как любом автомобиле возможность подсоединить ваш телефон к мультимедийной системы то есть к автомобилю через bluetooth и следовательно общаться через громкую связь и выводить музыку с вашего телефона тоже на общую акустическую систему даже в базовой комплектации минимум 4 динамика уже в комплектации техно и космо этих динамиков будет 6 во всех комплектациях есть датчик света и это здорово то есть если автомобиль заезжает в тоннель или просто ночь наступает у вас загораются фары ближнего цвета но всегда когда автомобиль заведен у вас горят дневные входовые огни так что вы не останетесь незамеченными мне нравится этот блок который отвечает сразу за подогрев сидений за управление музыкой и кнопочка домой которая нас выводит в главное меню мультимедийной системы здесь также есть кнопка е и с то есть эко и с то есть спорт на что влияет этот спорт и эко режим эко режим следовательно влияет на то что автомобиль ваш становится менее динамичным и следовательно выбрасывает в атмосферу меньше вредных примесей а когда в режиме спорт меняется настройки двигателя настройки коробки передач и машина едет более динамичным говоря о разгоне на 1 и 5 turbo он составляет порядка девяти с половиной секунд говоря о двухлитровом моторе он составляет порядка 12-13 секунд до 100 километров в час и опять же говоря о комплектациях в комплектации космо помимо шести подушек безопасности появляется еще электро руль преимущество электро руля в том что он меняет свои свойства в момент движения то есть когда вы на месте управляете рулем и можно крутить одним пальцем когда вы едете на более высокой скорости руль становится такой наливной более тяжелый и так как и обещал мы сейчас должны с вами поговорить о камере заднего вида и здесь она присутствует во-первых смотрите отображение что происходит позади нашего автомобиля есть но это вот 7 дюймовый цифровой приборной панели на и видите он сейчас показывает зелененький следовательно когда мы будем ближе подъезжать препятствие он будет показывать желтый после красный цвет также у нас здесь есть с вами динамичная разметка то есть видите у нас здесь сейчас просто зеленый желтый красный но стоит нам повернуть рулем и динамичная разметка показывает куда мы с вами приедем обо всем вам этом расскажет ваш компьютер ну и говоря опять же возвращаясь к теме мультимедийной системы хочется сказать что она очень быстро реагирует на нажатие то есть обычно садишься премиальный автомобиль который разрабатывает свою инновационную систему мультимедийные такие все сразу чего-то он долго думает но здесь он прям очень хорошо думает то есть вопросов принципе вообще никаких нет говорят центральном тоннеле хочется обратить внимание на наличие ниш то есть сюда мы можем с вами свободно положить телефон размером 6 и 2 дюйма хотя вру не может потому что когда мы с вами вставляем сюда штекер он уже не поместится но можно положить вот так сказать сюда можно положить два телефона во здорово если мы говорим комплектации косм у нас еще появится кнопка авто холд которая позволяет трогаться вам в горке но там она необходим потому что все-таки это робот робот отличается от вариатора тем что он откатывается если вы не держи не держите а педаль на тормозе ну и подлокотник к сожалению он никак не двигается то есть вот есть и есть но опять же приятно что он не болтается он такой достаточно плотный он сложно поднимаемый и сложно опускаемый я даже не хотел включать звук потому что так думал что там может быть хорошего но мы включили для проверки видео и загрузки фото и включить также музыку да и я вам скажу что звук здесь хороший то есть вот если даже на полную мощность включать на полную мощность включать никаких посторонних сверчков или там дребыхание данным трепыхание как правильно сказать здесь не происходит чисто громко хорошо ну и это приятно видеть в автомобиле подобного класса не нравится черри тига 4 достойный ли этот автомобиль вашего внимания автомобиль имеет 5 лет гарантии на краску на двигатель на коробку то есть на все то что нужно и важно для пользователя чтобы не думать никаких проблемах стоимость обслуживания данном автомобиле ну где-то порядка 10 тысяч рублей мы если мы говорим с вами от его опционально если мы рассматриваем комплектацию косма в автомобиле есть все что может пожелать душа и даже больше подогрева всех сидений подогрев руля подогрев лобового стекла подогрев зеркал 190 миллиметров то есть 19 сантиметров дорожного просвета говорит о том что данный автомобиль приспособлен к российским условиям и по опыту продаж я скажу что регионы очень любят этот автомобиль потому что все что здесь есть это технологии которые перекочевали с более дорогих брендов например smart браслет очень удобная штука действительно удобно если вы едете отдыхать с друзьями на речку вам не нужно брать с собой ключ и просто в нем купаетесь потом подходите к автомобилю садитесь заводить и едете дальше за друзьями отдыхать перекочевал или не перекочевал есть на данный момент у ягуара стоимостью свыше 5 миллионов рублей ягуара в пейс управление жестами которые здесь присутствуют есть у бмв тоже стоимостью ну свыше трех миллионов рублей бесключевой доступ электропривод сидений камера заднего вида но принципе все ну и управление на руле принципе все что здесь есть это то что премиальном сегменте стоит очень больших денег а здесь вы можете получить этот автомобиль если еще воспользуетесь услугами трейдин кредит каска купите доп оборудования меньше миллиона 100 и это очень круто в любом случае конечно же у нее есть свои нюансы такие как например сидение ковши которые для меня очень удобны а вот для человека другой комплекции среди не могут быть не настолько удобно так что приезжайте смотрите проходите тест-драйв знакомьтесь с этим автомобилем живую